Успешные правила знакомства. У нас есть запись, можно будет просмотреть. Успешные правила знакомства. Сначала нужно рассчитаться с прошлыми отношениями. Мы должны четко закрыть прошлые отношения. Или чисто по схематичности. Нам нужно закрыть прошлые отношения. Что такое закрыть? Это значит не забыть, их не было. Это значит то, что я с благодарностью отношусь к прошлому опыту. Благодаря которому я стал сегодня мудрее, сильнее и так далее. Я развиваюсь. Благодарить принять. Это истинно. И весь этот опыт, это было, это мне судьбой было дано. Это для того, чтобы я стал таким, каким я сегодня и со всем моим хорошим и нехорошим. Я принимаюсь и развиваюсь этот процесс. Как помним про Эдисона, который тысячу раз находил как нельзя и запрести лампочку. Это вот тоже опыт. И вы каждый раз, когда у вас какие-то ошибки, это тоже опыт позитивный, который приближает вас к тому моменту счастья, когда вы понимаете, как нужно строить отношения, чтобы быть счастливее. Верно? Можно сказать, там, 108 способов есть, как строить отношения. И только один из них как нужно строить отношения. И я допустим сегодня только на 50-ом опыте. И мне еще нужно 58, из которых, может быть, угадаю сразу, найду тот, который счастливый. А может и нет. Но чем больше я прорабатываю тех негативных опытов... Молодец. Так говоришь? Скажи, что такое счастье? Да. Это убытка. Счастье первым. Я тоже очень многое начало. Я сейчас забьется на полки незалошения. Закрыть попорядние ведносницы. Закрыть прошлые отношения. Закрыть прошлые отношения. Да, 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 да. Этапы развития. Этапы развития отношений. Когда мы украли прошлые отношения.. Сейчас, Матер, я еще не могу вспомнить, где забыл, а я спал со мной. Если провал конкретный, да, и не остановился. Что я говорю об этом? Этап развития отношений, первое, это закрыть предыдущие отношения. Чтобы поблагодарить, чтобы поблагодарить, чтобы на этом не сидеть, в принципе. Отлично, да. Да, да. То есть мы понимаем, что, в общем-то, любая ситуация, любая ситуация, которая есть сегодня, это не приближает меня к тому концу, где я, в конце концов, найдущий способ в своей жизни. Поэтому прошлый опыт, я смотрю, это не негатив, да, в общем-то, прошлый опыт, важно его закрыть, вот очень важно, важно закрыть правильно прошлый опыт. Потому что если я с обидой буду относиться к прошлым отношениям, нет шансов новые отношения построить, потому что всегда будет якорь, да, да. А куда? В гараж пошел. Ага, я знаю, какой гараж, в прошлом отношениях, никакого гаража не попадешь. Скалку достаю, буду бить. Поэтому очень важно принять прошлый опыт как позитивный. Как позитивный. Это еще один шаг к тому, чтобы я стал совершеннее. Даже если он был негативный, да, я разошелся, это не есть негатив. Он не был тем, которым я хочу, в конце концов, найти, как же эту лампочку все-таки должна светить, да. А я понимаю, что, эй, это еще один опыт, который показывает, как не нужно строить отношения, да. Когда я знаю, как не нужно, мне легче на тихо нужно. Верно? Это тоже опыт, абсолютно верно. Поэтому я на любой опыт смотрю на позитивный опыт. Жизнь не дана для того, чтобы прочего это опыт. И вот самое важное, чтобы на прошлое отношения мы принимали с благодарностью. Окей? Вот это очень важно. Пока я не приму прошлые отношения, когда я с благодарностью, у меня нет шансов новых отношений вычисленных. Я всегда буду якоря просто вспоминать прошлый опыт. А, о, Васька, ходил в гараж, я знаю, чем закончил, никакой гараж не поешь. Я сойдет все, раз, вот прямо сейчас. Я знаю, что там было. Окей? Это очень важно. Обнулить свои прошлые отношения. Обнулить это, принять с благодарностью и видеть в нем только хорошее. Окей? Следующий этап, чтобы после этого делать. И так начинаем после того, когда мы отнули, это название обнуление. Мы с минусов, когда наносим прошлые обиды и прошлые отношения, это минуса. Мы выходим на ноль. Что такое на ноль? Это значит закрыть вот этот багаж. Раскратиться, поблагодарить. Очень важно. Пока вы не удалите прошлое отношения, у вас нет шанса достать новое отношение с чистого листа. Кому отзывается? Научается. То есть науча, знаете? Нет шанса вообще. Я всегда буду вспоминать прошлое. Вот номер один, причем начать новое отношение. Раскрощайтесь, пожалуйста, экологично с прошлыми отношениями. Поблагодарите их и примите это как урок, который еще один. Дает вам возможность длиться к той истине, которую вы ищите. Номер один. Следующий, после того, когда я распрощался, я обнулился стал в нуля. Затем мне нужно наполнить себя необходимыми качествами для того, чтобы я, трактор, да, я должен иметь там определенный двигатель, определенные способности, плуга и все остальное прочее. Я должен, соответственно, своим классам, кто я? Шудра, Вайша, Брамин, Кшатри. Я должен иметь определенные качества, которые позволят мне выполнять свои функции, как мужа, да, или жена. Да, соответственно, я смотрю, какие качества должен я обладеть, соответственно, своим классом. Кто я? Мудрец я, рабочий я, торговец ли я? В зависимости от этого, у меня есть качества, которыми я должен обладеть. Минимальный, минимальный. А для женщины, правда? То же самое для женщины. То же самое для женщины. Да, мужчина, не важно. Мужчина, женщина, то же самое. Вайша, Шудра, Аксюми. Шудра, Вайша, Кшатри и Брамин. Рабочий, торговец, управленец и ученый, мудрец. Окей? По своему классу выбираем. Так, что мы сейчас говорим еще? То есть мы наполняемся тем, не выходим, минимум, касси, которые я должен иметься при своим классом. Следующее. Я должен изучить своего партнера. Я должен учить своего партнера, какими качествами, какими качествами обладает вообще партнер женщина. Ну, допустим, женщина и мужчина. То есть что такое вообще тот объект, с которым я буду иметь отношения? Я хочу быть поваром, и мне нужно пользоваться комбайном, мне нужно знать, как им управлять. Верно? Нужно знать, на какую кнопку я нажать, в какое время. Верно? Врачу путевку на Багаву. Жена правит. Блин, мне инструкция не почитала, как надо ее захотеть, как она выдала вот эту путевочку, и с радостью. Она может так со скрипом, дать, чтобы он сломается, а не знаю, чтобы он с радостью давал. И один раз. И вдруг я читаю, как же мне управлять этим мультифункционным комбайном, который делает все. Ну и мужчина, соответственно, да? Как мне сделать так, чтобы жена дала мне то, что мне надо? Я должен ее изучить, да? Мы должны изучить партнера. Изучить партнера на примет того, что ему нужно для его счастья. Это? Если я забочусь, я делаю тебе счастливое, я могу полагать, что я тоже буду счастлив. Все в качестве благодарна, обмен энергии. Следующее. Когда мы изучили партнера, нам теперь нужно изучить взаимоотношения. Мы знаем, что такое комбайн, многопульсайт. Когда все дает, что уже хочет. Теперь нужно учиться, как им управлять. Какие кнопки нажимать. Итак, я стал сама достаточно. Потому что я избавился от прошлого. В прошлом уже нет. Теперь я стал наполняя свой сосуд теми качеством, которые я должен иметь. Согласно, мы его стал, как-то я. Шудра, Вальша, Адрамин, Кшатрин. Все, да? Годица. Минимальный набор. Минимальный набор. Самый минимальный, который мне нужно для джор начать в поход и кивного рез. Не нужно, чтобы были ботинки, рюкзак и что-то покушать. Минимум. Все остальное уже походу будем развивать. Уже процесс-то бесконечный, верно? Не должен пока профессор Рустамна, а потом я живу только жениться буду. Верно? И вот этот минимальный набор, который я себе создал, развил. И потом я еще, соответственно, такого же партнера с таким же минимальным набором. Я не жду, что надо будет. Все, там ведь 10 позиций, а мне только 3. Надо должен быть равномерно. Надо должен быть в балансе. Ревно? Правильно? Друзья, если я торговец, я же не могу рассчитывать, что я королеву возьму Джона. Правильно? По своему классу. Окей? Мы развили себе эти качества. Окей? Я развился. Я изучил, что такое партнер. Я изучаю теперь взаимоотношения. И вот после этого я начинаю, я могу выйти на рынок предложений холостяков. Вот он, я такой красивый и хороший. И начинаем с чего? Сам первое. Мы как можно больше, мы знакомимся. Как можно больше, сколько как можно больше. Столько, сколько я протяну за определенный предмет времени. Я себе это раздаю. У меня время будет полгода. И льготы я себе даю для того, чтобы найти себе партнера для отношений серьезных. Я смотрю, сколько времени, часу я могу тратить, в день, в неделю, чтобы пообщаться с... Выбрать себе 10 человек, например. А потом из этих 10, это знакомство. Полу, статус, полу, интереса. А затем из этих 10, надо еще выбрать 3 хотя бы. С которых я буду играть лучшего. На предмет того, с кем же я буду вступать в эксклюзивные отношения. Остается? То есть, не стесняйтесь, друзья, иметь выбор, лист выбора. Вы находитесь на этапе, когда выбора, вы должны это сделать. Это нормально. Если вы бежите первый попавшимся, берете, а потом, например, ой, блин, а лучше ли ты пальто взяла. Вот, к примеру, девушка летит на юг, и это ей на срочное платье. Она забегает первый попавшийся в магазин, берет тоже попало. Неважно, сколько заплатила, короче, платит она, она, и сижу такая, лечу я, все, я на курорт. Потом сижу, думаю, блядь, дура. А что ты это-то... А лучше ли платье-то дела? Там еще столько магазина было. А цена, может быть, с дура заплатилась уже, и качество, там же, наверное, было по-другому лучше. В жизни не то же самое будет. То же самое, так или нет? А лучше ли я взял, есть варианты. Поэтому позвольте себе выбирать, что ограничивает нас в процессе выбора, время, которое мы можем себе отвелить для того, чтобы создать семейное отношение. Верно? И не стесняйтесь выбирать. И позвольте вашему потенциальному партнеру тоже выбирать. Будьте счастливы, что он выбирает сейчас, когда вы еще к нему не привязались, когда еще вы ничем не завязаны, у вас нет детей, нет семьи, чем он захочет выбирать потом, когда вы уже женитесь, еще будут дети. Верно? Да, шкура давит. Шкурное свойство, собственничество. Блин, что ты идешь туда? То есть у тебя еще меня мало что-ли? Да, переступите через это. Позвольте вашему партнеру выбрать. Лучше быть одному, лучшего одному из миллиона, чем одного из двух. Так или нет? Да, эго давит. Жаба давит. Блин, она еще с кем-то отключается. Слушай, вот вижу, пошла, пошла. Не давитесь. Позвольте сейчас ей сознательно выбрать, ему сознательно выбрать вас. Если это не вы будете, порадуйтесь, что это сейчас, что у вас нет детей, нету совместных обязанностей финансовых, что сейчас он понял, что это не вы. Ваш партнер ждет вас. Он есть в пространстве. Вам нужно его найти. И вы его найдете, когда вы откроете себя для этого состояния. Поэтому ваше всегда будет у вас. В природе нет такого совета. Смотрите на природу. Птички, животные. У каждого находится свой партнер. Так или нет? Они не печалятся, что у них не будет партнера. Друзья, так или нет? А почему, как вы думаете? Потому что у животных нет возможности выбора. Они живут по программе. Мы выбираем. Но поскольку наш выбор неправильно построен, мы и выбираем не то, что нужно. Когда? Когда мы выбираем по уму. И напоследок, скажите, друзья, научитесь, пожалуйста, выбирать по сердцу. По сердцу. По сердцу. Это научить ум соединиться с душой. Когда мы делаем выбор по сердцу, тогда это будет самый правильный выбор. И это я, живая, друзья. Научитесь выбирать, пожалуйста, своего партнера по сердцу. Это будет так, это будет вам свершний. Намасте. Больше информации на нашем сайте, канал Веда Дом, на Телеграм. Все выкладываю туда. И Ютуб-канал Веда Дом. Веда Дом. Я рад нашему общению. Немножко вышла цветнота. Друзья, вы видели, что я сегодня был в обладенном цветноте. И этот процесс. Немножко я вышел из него, но сегодня было необычное светление у меня. Я знаю, что это что-то предполагает выйти на новый уровень. Я же знаю, чтобы вы каждый день осознавали, где вы находите, что вы делаете. И что вы хотите в эту жизнь. Будьте осознанными. Ваша жизнь в ваших руках. Вы можете. Я знаю, вы можете. Жизнь прекрасная, замечательная. Давайте походим к себе. Поговоримся. Мы сейчас будем пока не поменять. Мы начинаем привыкнуть к Христу. И мы поем ом. И потом пожелаем всем счастья. Любви. И счастья. Любви. Ага? Годится? Ага.